В начале 21 века туберкулез по-прежнему широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое палочкой коха, поражающие легкие и другие органы человека и животных, передающиеся воздушно-капельным путем при разговоре кашлей и чихании. Коварность заболевания в его частой бессимптомности и убеждение, что оно существует где-то далеко и не касается каждого, ошибочно. Об этом же говорят и цифры. В нашем Одинцовском районе у нас заболеваемость 39,15 человек на 100 тысяч населения. В Московской области она 49,12. Болезненность у нас 130, по Московской области она 150, и смертность у нас 3,15, а по Московской области 7,25. Неприглядность ситуации в том, что родители, поддавшись влиянию антипрививочной пропаганды, отказываются от вакцинации и лечения детей, что дает рост заболеваемости. В России 90% всего населения, включая детей, инфицированы туберкулезом. Пресловутая реакция Манту дает возможность понять, встретил ли ребенок свою палочку Коха, которая только и ждет благоприятных условий для развития болезни. И мы, не закаляющиеся, не спортивные, часто курящие, позволяющие себе другие пагубные излишества, да к тому же часто больше врачей, понимающие, как нам надо лечиться, делаем все, чтобы ускорить этот процесс. В результате в 2011 году в нашем районе выявлено 134 новых больных туберкулезом. Всего на учете в тубдиспансерии состоит 900 человек, из них 628 с активной формой заболевания. И это лишь вершина айсберга. Если доктора из поликлиники к нам на консультацию направляют по 40-60 человек по их отчетам, по их показателям, а к нам доходят 12-13 человек, то есть вы понимаете, какая прослойка не обследована и не диагностирована нами. И среди 12 человек, направленных к нам на консультацию, мы выявляем человек 8 больных туберкулезом. А те люди, которые до нас не доходят. Те, кто не доходят до фтизиатра, реально ставят под удар свою жизнь и здоровье окружающих. Заразиться гораздо больше возможностей в той же электричке, в автобусах, в троллейбусах, в общественном транспорте. Мы их всех знаем в лицо здесь, мы их сразу изолируем. А по улице идет человек, он же не знает, кто он. Он кашлянул, плюнул. Вот и, пожалуйста, в одном плевке очень много бацилкоха, которыми мы заражаемся. Сегодня проблема устойчивости заболевания к препаратам приобрела особую актуальность. Недолечившиеся пациенты, люди, беспорядочно принимающие антибиотики, занимающиеся самолечением, оказывают себе и окружающие медвежью услугу. Ведь заболеет туберкулезом, и их микобактерия окажется устойчивой к следующему приему лекарства. А заразившийся от такого больного сразу получает устойчивую к антибиотику бактерию. Вот и приходится надеяться только на успехи фармацевтической промышленности в гонке за изобретением все новых препаратов. Такие формы сейчас особенно выявляются, тяжелые запущенные формы. Если раньше, в 60-е годы были малые формы, там, очаговые туберкулезы, туберкулезы внутригрудных лимфоузлов, то сейчас более распространенные инфильтративные формы с распадами или диссиминированные. В прошлом году мы выявили много фиброзно-ковернозных, то есть уже хронически запущенные формы. И все-таки выход в профилактике, говорят врачи. И не стоит бояться приходить в противотуберкулезный диспансер. Работа антибактериальных ламп, обработка хлорсодержащими растворами, а также разведение потоков пациентов, то есть отдельные входы для детей, взрослых, больных с активной формой заболевания и другие нормы работы диспансера делают заражение здесь невозможным, чего нельзя сказать о любом другом присутственном месте. Сегодня в Одинцовском противотуберкулезном диспансере применяется новый метод туберкулинодиагностики для детей, а именно диаскин-тест, более точный, гипоаллергенный, устраняющий ложную реакцию, позволяющий избежать лишнего химического воздействия на организм ребенка. Впрочем, отмечают врачи, никакая профилактика туберкулеза не сравнится с риском и вредом, приносимым заболеванием. Не бойтесь обращаться в наше учреждение, основную ответственность несете за своих детей вы, и поэтому мы всегда рады вас видеть в своем учреждении, ждем всегда вам и всегда вам поможем. Вышедший недавно приказ Минздрав соцразвития России номер 1224 об утверждении порядка оказания медпомощи больным туберкулезом предусматривает возможность обращения медучреждения в прокуратуру, дабы через суд привлечь больного к лечению туберкулеза. Жизнь сама показала, без подобных мер с грозным заболеванием не справиться, и это несмотря на то, что в противотуберкулезных диспансерах и в нашем в том числе есть все возможное для полноценного лечения. Пациенты имеют возможность сдать анализы, работает лаборатория, рентген-кабинет. Если нужно, анализ будет направлен на более тонкое обследование в лабораторию по бакпосеву в Щелково. Здесь ежедневно, бесплатно пациентам выдаются лекарственные препараты. При необходимости врач направит больного на санаторно-курортное лечение. Наша же главная задача – проходить ежегодно профобследование, прилагая максимальные силы для профилактики туберкулеза у детей.